Еще недавно все эти люди жили под одной крышей по Барсоево 87, но осенью семья малых узнали. Десять лет назад право собственности на весь многоквартирный дом оформили Кузьмины, а теперь продали его Леруа Мерлен за 25 миллионов рублей. За отменой давнего решения советского суда пришлось идти Верховный. Восторжествовала справедливость. Наконец-то мы добились отмены решения суда от 2010 года. Теперь ни у кого из жильцов нет права собственности на этот дом, но они хотят его оформить, ведь прописаны здесь. Уже после этого попытаются признать, сделку купли-продажи недействительной, а границы участка нарушенными. Раньше границы дома находились здесь. На данный момент забор кто-то перенес. Участок сильно уменьшился. Вместо 18 соток за забором всего 5. Казалось бы, какая разница, ведь здесь никто не живет. Но она есть для тех, кто купил участок. Сейчас вся территория подстроительства разбита как бы на два участка. На одном, как мы видим, уже идут работы. А вот на втором делать ничего нельзя. На дом суд наложил обеспечительные меры. Это значит, ни снести его нельзя, ни что-либо построить на этом месте. Малых готовят иск по уточнению границ участка. Если Фемида окажется на их стороне, то обеспечительные меры могут наложить уже на 18 соток земли. И даже охрана здесь не поможет. Здесь частная территория. Мы охраняем. Тут же никаких ограждений, ничего нет. Вот ограждение. Сейчас убирается, и потом будет ограждение будет. Сделку купли-продажи малых попытаются отменить. Тогда, видимо, Кузьминым придется вернуть 25 миллионов обратно покупателю. От комментариев по традиции эта сторона отказалась. Определение суда через 10 дней будет готово. Посмотрим. Надо понять, какие правовые последствия из этого вытекают. А правовые последствия могут быть серьезные. Ведь глава семейства – сотрудник Федеральной службы охраны. Здесь уже усматривается фальсификация доказательств. Это подтусовка. И у нас уже имеется прямое основание для обращения и военной прокуратуры. Но главный вопрос – отразятся ли судебные баталии на строительстве гипермаркета? Насколько я помню, особо в ходе проблем в этом моменте мы, кажется, не испытывали. У нас был запасной вариант, что что-то произойдет. То есть, у нас был запасной вариант решения данного вопроса. Здесь и не критично. Говорить о финале всей истории пока рано. Впереди новые иски. Они появятся примерно через неделю после вынесения определения Верховного суда. Евгения Жировова, Аббатар Халматов, телекомпания «Ригус». Аббатар Халматов, телекомпания «Ригус».